Приветствую, господа, с вами Тимпоз, и сегодня в нашем обзоре будет игра под названием Норсгард. И это, друзья, очень интересная игра, которая является РТС. И значит, будет жарко, и будет очень больно, потому что, открою вам секрет, у меня не очень все хорошо складывается с РТС. Как бы недаром у меня пошаговые стратегии являются основой моего контента. У меня огромные проблемы с микроконтролем, это вы могли видеть, когда я проходил ROM Total War. Поэтому, не поминайте рихом, я уже предвкушаю ваши злобные комментарии, я уже предвкушаю, как сейчас буду очень сильно тупить, не понимать, что происходит, нервничать. Но, чего не сделаешь ради интересной игры. Давайте попробуем режим истории. Поехали повторить историю. Акт первый. Я Рик, сын покойного конунга Харгурафа, и это моя сага. Все началось в один роковой день. Мой отец собрал всех своих ярлов, чтобы сделать очень важное объявление. Мы должны были отправиться в чудесные земли Нордгорода. На загадочном континенте нас ждали несметные богатства, битвы и слава. Но у Норн были на нас иные планы. Внезапно десятки вооруженных людей ворвались в зал и положили конец нашим честолюбивым замыслам и жизням. Это были наемники под предводительством человека по имени Хаген из клана Ворона. За считанные минуты нас перерезали, как овец. Всех, кроме меня. Я едва стоял на ногах и не мог сражаться против такой толпы, а потому притворился мертвым. И пят гнева я смотрел, как он забирает карту Нордгорода и срывает с трона моего отца Рокконунга, семейную реликвию и символ нашей власти. Я должен был отомстить за отца и вернуть свои земли. Ну, начало не очень замысловатое. Ну, ладно. Итак, первая миссия. Исход. Нам удалось сбежать и скрыться в глуши. Теперь нужно найти берег для отплытия в Нордгард. Бонусные цели. Бренд. Это какой-то дополнительный персонаж. Сложность высокая и обычная, смертельная. Ну, я говорю, блин, у меня палец тянется нажать обычную, но... Не могу. Нельзя. Я совсем выбился из сил, когда встретил беглецов из клана Оленя, которых возглавлял гордый молодой воин по имени Бранд. Люди Хагена сожгли его город. У него не осталось ничего. Даже его отец, Ярл Клана, погиб от рук врагов, как и мой. Наш общий враг отплыл в Нордгард, забрав с собой карту этих земель. Я думал только о том, чтобы найти его, отомстить за отца и вернуть рог Конунга. Ну, месть это дело такое. С чего бы еще началась наша история? Естественно, с мести. Ну что ж, поехали. Давайте страдать. Давайте нас хотя бы научат тому, как правильно страдать. А что такое текст мелкий? Сейчас буду шаманить, надо его увеличить. Хорошо, что ты уже на ногах, государь. Я не ожидал, что ты так быстро оправишься. Похоже, гнев прекрасный целитель. Но мы потеряли слишком много времени. Нужно отправляться за Хагеном как можно скорее. Да, время не ждет. Мы разбили лагерь далеко от врага. Но очутились в незнакомых землях на окраинах твоей страны. Я докажу, что достойны их доверия. Мне не терпится расквитаться с этим мерзавцем. Но главное, позаботиться о безопасности людей. Приятно слышать. Твоя сдержанность делает тебе честь. И потом. О каком возмездии может идти речь, если мы умрем с голоду? Логично. Кстати, об этом. У нас полно голодных ротов. Так что давай поищем источники пищи. Вдобавок, нам очень нужна древесина. Как для обогрева, так и для строительства. А еще мы должны покинуть эти земли и отплыть в Нордгард. Нужно поискать подходящее место для выхода в море. Вы правы. Думаю, стоит показать нескольким поселенцам. Приказать разбить лагерь и обучить их в разведке, чтобы они смогли исследовать регион. Ну, давайте. Так. Первым делом надо увеличить масштаб. Так-то лучше. Это будет приятней. Нажмите на значок «Построить», чтобы возвести постройку. Перетащите ее на нужное место и нажмите так. Основа игры. Вы находитесь в безопасной области. Ваша цель – предоставить своему клану все необходимое для выживания. Еду, древесину и дома. Обязательно учите разведчиков, чтобы исследовать регион и расширить свои владения за счет ближайших областей. Ищите берег для отплытия в новые земли. А что построить надо? Дом. Лагерь разведчиков. Дом лесоруба. У меня уже построено что? Говорят, разведчика. Давайте строить дом разведчика. Все логично. Окей. Пошло строительство. Давайте построим дом лесоруба. И, соответственно, просто дом. А что дает дом? Новым членам клана. И, соответственно, просто дом. Я просто не знаю, сколько нам нужно места, поэтому чисто рандомно расставляю сейчас всех. Ваше здание готово. Нажмите прямо на поселя... Поселянин или значок юнита, чтобы выбрать поселянин. Логично. Долго нажатие на значок юнита выберет всех юнитов с таким же занятием. А зачем мне его выбирать? Нажмите на лагерь разведчиков, чтобы поселянин стали разведчики. Понял. Теперь это логично. Вот поселянин. Давай, становись разведчиком. Я просто не знаю, сколько мне нужно разведчиков. Или знаю. Выберите одного или нескольких юнитов и нажмите на хижину лесоруба, чтобы поселянин стали лесорубами. Становись лесорубом. Чуть-чуть уменьшила масштаб, потому что очень большие надписи. Прям очень большие и маленький экран. Ух ты. Тут тоже была территория. Чтобы расширять территорию, нужно колонизировать новые земли, используя еду. Чтобы колонизировать землю, нажмите на нее и потратьте еду. У меня 257, да? Лес. О! Я колонизировал лес? Там слева был значок какой-то на него... Ага, все, колонизация идет. Ах, еще меньше убавил. Придется напрягаться для чтения, но это вынужденная необходимость. По-другому я просто не знаю как. А что происходит? Что это за значок? Разведчики автоматически работают, да? Просто этого не было вроде сказано. Я думал, им надо вручную управлять. Но если автоматом, то это даже лучше. Так. Поселянин, давай сделаем тебя лесорубом. А фермы или что-нибудь подобное мне не нужно? Эту область защищают ваши враги. Вам требуются учебные лагеря. Из одного из ваших поселян выйдет личный воин. Государь, мы обнаружили неподалекую заброшенную хижину. Ага. Думаю, стоит отправить туда разведчика. Он может отыскать какие-то ресурсы. Согласен, но прежде чем исследовать развалины, нам нужно колонизировать эту область. О, господи, ладно. Мы можем ее сразу колонизировать? Нет, нужно вначале близлежащую. На это тратится еда. Сколько еды? Кстати, немного еды-то и тратится. А перед колонизацией этой области, я так понимаю, необходимо убить врагов? Для этого необходимы воины. Для этого нужно построить... А как мне новых людей сделать? Подождите. Давайте я нажму на дом. Дает крышу над головой новым членам клана. С какому количеству? Где находится лимит? Ага, вижу. Сверху. 8 из 11. А как мне создавать новых членов клана? В ратуши, может быть? Не понимаю, что за значок. Сейчас нажму, и что-то произойдет. Устроить пир. Да, да, я молодец. Это надо было мне делать? Я думаю, этого не надо было делать. В военных юнитах можно добывать военная группа. Так, ладно. Давайте построим... Строить? Давайте построим военный лагерь. Как не увеличить... Почему увеличилось количество этих населений? Это текущие размеры вашего клана. Ваши дома могут вместить не менее 11 человек. Откуда берутся эти человеки? Почему мне этого не объяснили? Они сами по себе производятся? Либо мне нужно их как-то, ну... Производить? Давайте еще тогда дом построим. Может, это как-то ускорит процесс? А на это тратятся ресурсы. Правильно? Ну да. 5 из 5 заня в этой области. Ага, тут еще и лимит на постройку. Фига себе, ладно. Колонизируем территории? Давай. Давай, все, что можем, колонизируем. Наши разведчики разведывают, да? Ну да. Слушайте, это приятно, что это все автоматически происходит. И вот здесь тоже разрушенный дом. Тоже колонизируем. Еды нету. А это на что-нибудь еще тратится? Кроме колонизации. Если нет, то не страшно. А если да, то я сейчас всю еду проебал. И это проблема. Ну, будем надеяться на лучшее. Дом построен. Плюс 5. Лимит жителей это мне дало. Но я все еще не понимаю, как нанимать людей. Это не было сказано в обучении. Поэтому я не понял. Давайте наймем. Дружинников как-то сделать. Если нажму вот так. Да. Да, вот кнопка. Производство воинов. Хорошо. Да подожди ты, я еще не разобрался в настройках. Государь, один из разведчиков, нашел берегу подходящий участок для строительства порта. Отстань от меня, человек. Отлично уже пытался колонизировать области до самого побережья, чтобы наши строители могли взяться за работу. Отстань. Я пытаюсь понять, как мне юнитов выделить. Если двумя пальцами. Нет, не работает. А если так, это приблизить. Не то. Я не успеваю. Холодает, приближается. Да и какая зима, нахрен? Верно, государь. Скоро еды станет меньше. А нашим людям придется сжечь больше дров, чтобы поддерживать тепло в домах. Холод ослабит наших бойцов. Зима не лучшее время для битв. Я не готов к зиме. Прекратите давить на меня. Хижина знахаря. Где поле? Нам нужно строить поля. Наверное. А почему не могу построить? Необходимо чего? А, все нормально. Вот, вот, вот. Я только в одном месте могу построить. Ладно. Оля. Окей. Я его даже подвинуть не мог. Разведчик был ранен. Плохо, конечно. Как выделять войска? Подождите. Это не то. Все. Зима настала нам пиздец. Пойдемте вот в эту область. Там есть какие-то волки. Надо их убить. Наверное. Так. Что можем мы еще построить? Знахарь раненых. Нужен. Наверное, нужен. Черт его знает. Тут без обучения и пояснения, какое здание в каких количествах и когда необходимо, очень сложно разобраться. Ну, склад нужен. Наверное, нужен для еды. У нас минус одна еда. Подождите. Нам склад сейчас не нужен. Так. А кто-то производит? Нет, никто не производит. Надо добавить сюда человека. Пять задания. Крестьянин. Еще одного. Два крестьянина заняты. Все. Отлично. Сейчас будет плюс к еде. Или не будет. Все. Плюс две еды. Отлично. Так. Главное не сдохнуть, ребят. Это просто ключевая задача. Что у меня с бойцами? Бойцы померли. Когда, блядь? Сколько мне их надо? У меня просто лимит воинов два. Один из двух. Давайте еще одного наймем. Два из двух. Смею предположить, что мне необходим еще один учебный лагерь, чтобы расширить количество воинов. Лимит. Да, нужен военный лагерь. Хватает ли нам ресурсов? У нас минус три еды. Почему? На что она тратится? Потребление минус девятнадцать. Крестьяне плюс пять после... Еще одно поле нам необходимо. Или как? Я бы... Уже минус... Так. Подожди. Видимо, да. Я просто не знаю, как еще добывать. А я не могу больше полей построить. В свободное время будут собирать еду. Опа. А что же я раньше не посмотрел-то? На знак, Арита. Что выбрать... На нас напали. Где? Где? Не понимаю. Понял. Выбрать всех воинов. Давай, пошли сюда. Я, правда, не с ним понимаю. А я могу... Что это за здание? Фу, зима прошла. Плюс шесть еды. Отлично. Все, я понял. Я прошарил систему. Они сами воюют? Хорошо. Тут времена года, они периодичные. Это радует. Разрушенный дом. Колонизируйте области. Отправьте разведчиков на поиски золота и древесины в этом доме. Ну, давай. У меня разведчики же есть. Они живы. Но они, скорее всего, что-нибудь исследуют. Им нужно... Да, возвращаются. Вон. Ребята возвращаются. И, соответственно, одного вот сюда мы отправим. Тоже. Воины. Ну, давайте тогда... Ну, нужно очищать территорию от врагов. Воинов у нас немного. Денег на другие лагеря у нас нет. Тут один волк только. Это, в принципе, не страшно. Знахарь? Мне нужен знахарь. Он будет лечить. Но я не знаю, автоматически ли. Нам нужно много еды. Надо колонизировать дополнительные территории. Ой-ой-ой-ой, как много волков. Пизда мне, да? У меня этот крепкий герой. Герой крепкий, в принципе. Я просто не знал, что его можно выделить. И поэтому не использовал. И потерял сразу двух воинов. Ну, хорошо. В принципе, хорошо идет. Так, ладно. Снимаем выделение. Пусть воины стоят здесь. Сколько стоит? 160. У меня 128. Скоро исследуем. Хорошо. Думай, Тима. Думай, думай, думай. Я пока не могу устроить новые эти. Склад. Нужен мне склад? Какой лимит по еде? 500. Нет, еще много. Зал скальдов. Обучите поселян ремеслу. Скальд благодаря им будет расти слава и счастье вашего клана. Это надо вообще? Я просто не знаю. Давайте построим. Типа, раз есть, значит надо. Как-то так это работает. Мне нужно обучить кого? О, где поставил знахаря? Давайте одного знахаря сюда. Я просто не понимаю количество свободных селян. Целых 6. Ни хрена себе. Так, плюс воин нам нужен. Снять выделение знахарь. Пусть будет еще плюс знахарь. Наверное. Сокровища мы обнаружили в доме. 100 дерева, 100 золота. Хорошо. Это хорошо. Наверное, мне нужны еще дома. Мне так кажется. Чтобы расширить лимит, чтобы популяция росла быстрее. По-хорошему, наверное, еще один учебный лагерь мне военный нужен. Где он здесь? А что внизу? Не открыто. Учебный лагерь. 50. Так, давай сюда его. Так, зал скальдов. Давайте тоже. В каждом здании я могу строить по 2 юнита. Ну, обучать, я имею в виду. Поселенцев у нас еще много. Целых 5. Поэтому спокойно. У нас минус 1 еда за ход. Ну, не за ход, вы поняли. У нас убывает. Почему? Содержание зданий. Здание и содержание требуют. Как золото увеличить? Здание можно улучшать, правильно? Улучшить позволяет лучше другие здания, увеличивает максимальное население на 2. Рост населения на 20. Мне нужно 10 камней. У меня даже такого ресурса нет, показатели. Или что это? А, счастье увеличивает количество поселян. Вот оно что. Это хорошо. А что золото дает? Подождите. О, мореход добывают в походах золото. Требуется берег. Давайте построим еще дом. Заканчиваются территории. Нужно исследовать. Ой, колонизировать в смысле. Колонизируем здесь. И пока все. Можем здесь дом построить? Где он? Дом. А чего не хватает? Не понял. А, немножко кривенько сделал. Мне нужны войны. Нужны войны. Плюс 2. Соответственно. Раз, два. Хорошо. Давайте выделим всех и направим. Где знахарь? Подожди. Я же правильно понял, что знахари, они должны целить. Давайте сейчас проверим. Это автоматизированный или как? Просто заведем их в локацию, где находятся знахари. Ну да, отхил идет. Я вижу крестик. Правильно же он? Увеличивается количество хп? Да, да, растет. Понял. То есть знахарь должен просто находиться в локации. Угу. А когда он свободен, он добывает пищу. Хорошо, это я усвоил. Идем дальше. Так, начинаю потихоньку привыкать к игре. И к управлению поначалу было совсем... Что? Что началось? Что за туман? Сглазил, блин. Вот сглазил. Сейчас нападать будут на меня. Тут есть враги? Пойдемте за нашей территорией, за пределы. Это единственное место, где на нас могут напасть. Единственный проход, насколько я вижу, да? Еда у нас в плюсе. Растет хорошо. Хорошо, давайте колонизировать тогда. Тут что-то интересное, к тому же. Денег. Денег мало. Пора это воевать, видимо, да? А где враг? Вот тут крестик вижу. Ой, не крестик, а черепок на карте. Все, черепка больше нет. Ладно. Нет, так нет. Враги. А за их убийство и золото получаю? Нет, ни хрена подобного. Пока единственный способ добычи золота, кроме вот этих сундуков на карте, это порты. Какие-то там морские экспедиции, судя по всему. Я просто не вижу другого способа. А территорию колонизировать нужно. Для этого еда нужна. Тогда что, возвращаемся обратно с солдатами. И смотрим, можем ли мы построить поле. Не можем. То есть нам остается что? Только ждать получается? Что можем построить еще? Дом лесоруба. Дом охотника. Будет добывать оленину. Давайте вот здесь мы его и поставим. Так. Скальдов. Склад. Ну давайте тогда и склад построим, что ли. Почему бы и нет? Золото вроде он не тратит. Разведчики достаточно. Они нам не нужны. Воинов вроде хватает. Врагов я не вижу, кроме зверей. Мореходства нету. Блин. Ну все. В принципе, самое главное я построил, либо уже строю. Скальды, они чего? Они счастье до зима. Минус 9 еды. Я умру. Капец. Хотя, может быть, сейчас я этих охотников найму. И они как-то выручат чутнику хотя бы. Минус 2. Да, да. Охотники решают, ребят. На оленей. Реально помогают в ситуации. Тогда, я думаю, имеет смысл еще один дом. Понятно. Раскатал губу. Цели. Постройте пристань дракаров. Блядь. У меня это цель. Етить колотить. Понятно. Я вас понял. То есть, мне нужно сколько? 250 еды. Че так много? Каждая следующая, видимо, все больше и больше требует. Ладно. Пристань дракаров. Ну, тогда ждем лет. У меня минус 1 еда. Я ничего не могу сделать. О, ура. Наконец-то. Это было долго. Для вас-то, конечно, пролетело как секунда. Но пришлось подождать. У нас еды плюс 21. Сейчас мы быстренько накопим. И, соответственно, купим. И построим пристань. Ваш клан дожил. Мне нравится оптимизм разработчиков. Зимой реально можно сдохнуть от голода. Так. Ставим, наконец-то, колонизацию. Накопили мы нужное количество еды. И правильно. Снова ждем. Ждем. Хорошо. Так. Наконец-то. Пристань дракаров построена. Ура. О, глава завершена. Миссия, точнее. Наконец-то. Благодаря... Да. Мы молодцы. Подняйте, коряк. Гордые викинги. Мы готовы к отплытию в Нордгард. Близится твой конец, Хаген. Победа. Да. Это была обучающая миссия, друзья. Я в начале что-то немножко подобосрался. Просто читал, что вроде игра не самая простая. И думал, что сразу нас кидают в пекло события. И есть шансы проиграть. Но по сути, кроме волков, мы здесь никого не увидели. Ну и кроме зимы, которая вызывала голод среди наших людей. Ничего сверхопасного, поэтому проиграть шансов особого не было. Но я все равно очень нервничал. В принципе, все примерно понятно. Я более-менее разобрался в управлении. Если вам тоже понравилась эта игра, ставьте обязательно ей лайк. Подписывайтесь на канал, друзья. Если будет много отзывов, комментариев, лайков и скажете, что она интересна, что нужно продолжение, значит, я его обязательно для вас запишу. Ну а на этом все, друзья. Я вас благодарю за просмотр. С вами был Тимпост. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем удачи.